В футболе, там дождь, слякоть, грязь на поле, а у нас солнце всегда. Бонжоу, бонжоу, коммантарёв. Стресс, стресс вводим первым игроком, стрессированный. Они будут биться за свою Родину. Это самое верное, самое правильное. Мы видели, какая у вас была радость, но очевидно, что радость болельщиков была тоже исключительной. Уважаемым всей страной главный тренер хоккейной сборной Вячеслав Быков стал в одночасье, когда в 2008 году наши выиграли чемпионат мира. Это событие вошло в историю, потому что это было первое золото за 15 лет, потому что взяли мы его в Канаде, победив в драматичном финале, который поначалу складывался далеко не в нашу пользу. Забрасывают шайбу в ворота Евгения Набокова. Мы проигрываем 2-4. 18 мая 2008 года. Квебек. Финал чемпионата мира. За 15 минут до конца наши, казалось, безнадежно проигрывают канадцам. Но главный тренер не паникует, ни в чем никого не обвиняет. Он находит очень простые, но очень важные, понятные слова. Просто зашел, сказал, ребят, давайте, вся Россия за нас, и один за всех, все за одного. Он так даже, можно сказать, крикнул. Я помню, как раз его слова. Они действительно завели нас. Играть в хоккей, биться нужно до конца, и наша команда это доказала. За 5 минут до окончания основного времени, когда канадская публика уже запевала победный гимн, Илья Ковальчук сравнивает счет. 4-4. Ковальчук бросает. Гол! Мы сравниваем счет в финальном матче! Вот этот прыжок на борт покажут все телеканалы мира. Это такой эмоциональный всплеск был. Он этим самым, этим жестом показывает, что верьте в меня. А потом прошло еще несколько минут, и от восторга закричали болельщики по всей нашей стране. И на Дальнем Востоке, где было утро, и в Москве, и в Питере, и в Калининграде, где еще была глубокая ночь. Гол! 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 Мы чемпионы мира! 5-4. Первая за 15 лет золото сборной России. Конечно, куча мала. Радости, слюни, крики. Побежал брать флаг к фанатам, побежал на стекло прыгнул. В голове эти моменты, конечно, когда вспоминаешь, а с мурашкой по телу идут. Я радовался, не скрывал своих эмоций, потому что я просто, знаете, вот от счастья, наверное, безумное, можно так сказать. Такая радость была. У меня 4-2 проекте, а профессионал знает, что это такое. То, что ребята сделали, они просто герои все. Куча мала из наших, на льду застывшего от шока дворца спорта, счастливый хором распевающий гимн России Третьяк и Овечкин, плачущий от счастья Ковальчук. И здесь же рядом, отдавший этой победе все свои знания и весь свой опыт. Человек, сумевший поднять с колен авторитет российского хоккея, сегодня, как и 20 лет назад, нас снова боятся все и везде. И в Чехии, и в Америке, и в Канаде. Главный тренер сборной России Вячеслав Быков. Вячеслав Аркадьевич. Аркадьевич! Аркадьевич! В 60-м родился Марадон, и я знал, что он в футболе будет там лучше, поэтому оставил ему футбол, сам пошел в хоккей. Вырубаем все на пятаке! Быков в нашем хоккей-тренерском цехе, мы особенно так друг друга не хвалим. Вы знаете, такой народ такой прижимистый, у нас такая профессия, сам для себя и борьба друг с другом. Но я скажу, в общем-то, это явление в нашем хоккее. Хоккея! Сашка, рви! Показывать ту игру, иметь такой сплоченный командный дух, дай бог, чтобы это продолжалось бы все время. Мутузим, чтобы под носом потом свербило у них. Вытягиваем из них силы, бьем! На мальчик! На нос! Всю свою взрослую жизнь Быков разрывается между любимой работой и любимой женщиной. Его Надежда, жена Надя. Их отношения выдержали все возможные проверки. Временем, расстоянием. И с годами чувства стали только ярче. Она меня удовлетворяет во всех смыслах. Я его очень сильно люблю, поэтому я счастливый человек. Я по характеру, вот видимо, да. Человек, который на служении своего любимого. Я этим горжусь, мне это нравится, это мое. Они оба родились и выросли в Челябинске. Там и познакомились, когда обоим было по 20. Он влюбился с первого взгляда. Ухаживал красиво и в то же время практично. Вместе с цветами приносил диковинные для челябинской деликатесы. А однажды притащил цветной телевизор. Надежда от такой заботы просто растаяла. Мы с ним не расставались вообще ни на минуту. Когда он находился вне хоккея, да, постоянно. В кино, в театре, на танце. Он стоял, ожидал, как сейчас вспомнил. В свитере, по-моему, в мунбутах, в теплых сапогах зимой. Он был скромный такой, очень. Не танцевал. Мы приходили на танцы, все спрашивали, что это Быков? Это правда Быков? Я говорю, да не похож на него. Спасибо тебе. Свадьбу назначили на 8 мая 82-го года. И буквально за день до регистрации Быков получил из Москвы не самый приятный подарок – повестку в армию. Приглашали, точнее вызывали в Москву играть за ЦСКА. Я его запомнил, потому что он выделялся своей игрой в Челябинске. Это была заметная фигура. Ну, я просто смотрел, думал, что хорошо получить его, потому что получить это не так просто. Но хотелось бы, чтобы этот человек играл бы в сборной, играл бы в нашей команде. Условие такое, что ты едешь в ЦСКА, и если ты не приезжаешь, то тебя сошлют. А куда? Трудно сказать, куда. Жёстче, жёстче на пятаке, ребятки! Понятно, что выбора у него не было. И нежно обнимая травмированного у Быкова рука в гипсе молодого мужа, Надежда понимала, что отныне они принадлежат не только друг другу. Вячеславу суждено было стать винтиком в гигантской махине советского армейского спорта. Это было, я сейчас хорошо это помню, отчётливо, это было во время свадьбы, там где-то мы в перерывчике выбежали, они тут в фойе, мы стояли с ним, и они вот с Надюшкой подошли, там вот так и так вот нас позовут. Я говорю, да выезжайте смело так, чё вы, говорю, никто вас об обиду не даст. И Быков принял этот вызов судьбы. Он уехал в Москву, где ему предстояло проявить себя в лучшей хоккейной команде мира. Сделать это было непросто ещё и потому, что Вячеслав со своим ростом метр семьдесят три был самым маленьким не только в ЦСКА, но и, наверное, во всём советском хоккее. Да, были, когда Слава пришёл, сказали, ну что это за пацан, ему ещё за юношей играть было, но когда Слава вышел на лёд, и всё стало на свои места. Когда ты меняешь команду, тебя пробуют на зуб, тебя смотрят, кто ты, что у тебя внутри. Как? По-разному. Да, привет. По-разному, могут грязно сыграть. Поэтому я говорю, что не в росте дела, в росте, что у тебя здесь в характере. Боль вы стойко терпите? Где-то я сказал, что я завакцинирован от боли. Но, на самом деле, я очень болезненно отношусь к боли других. А когда тебе, ну, это боль, значит, живёшь. То, что Быков терпел боль не зря, доказало время. Закрепившись в составе ЦСКА, он попал в сборную СССР и стал пятикратным чемпионом мира и двукратным олимпийским чемпионом. Тройка нападения Быков-Хомутов-Васильев, последнего позднее сменил Каменский, стала одной из лучших в мировом хоккее. От него шёл пас, может быть, даже в самой неудобной ситуации для него. Но вот крайний нападающий, что я, что Андрей Хомутов, получали пас, как на блюдничке. Наверное, один из самых лучших в нашей стране был центральный нападающий. Человек, который видит поле, который умеет, представляет, как дирижёр, он умеет вести игру. Да это рабочая лошадка, я говорю, в нём сочеталось очень много хороших качеств, он и техничным был, очень техничным. И в то же время, где надо лечь под шайбу, это не вопрос. Его карьера как игрока состоялась с большой буквы. Он выиграл почти всё, что возможно. Омрачало ситуацию только то, что долгие годы просто увидеться с семьёй удавалось урывками. Хоккеисты ЦСКА сидели на сборах месяцами, безвылазно. И если ты не хочешь жертвовать, уходи. Тебя никто не будет держать. То есть это конкуренция, это закон жизни. Это джунгли были, которые, там выбор особый. Да, выбор был. Или ты уходишь в другую команду, или заканчиваешь хоккеем, и живи в своей семье. Это жёсткие были условия, потому что видеть семью раз в неделю, иногда и меньше, это тяжело было. Нас спрашивали, как же вы ещё детей-то успеваете рожать. Быков успел, потому что после свадьбы, до отъезда в ЦСКА, несколько недель прожил в Челябинске. Но дальше, и вплоть до рождения дочери, он общался с женой в основном по телефону. Слова отличался, наверное. У нас было несколько человек, которые висели на телефонах, и слова один из них. То есть он, ну, обязательно в час, если на базе сидим, ну, каждый час звонил Женя. Да, ожог. Первый раз дочь свою увидела, ну, когда ей уже было три месяца. Ну, Виктор Васильевич, он же не отпускал в своё время. Ребята, это же было не так важно, родился у тебя ребёнок или что-то спотвожнее. Стоп, стоп, стоп. Белые пошли. Отсиний побросали. Эй, вкопались под ворота. Броски. Был такой момент, приехав из-за границы, мы из турнира, с какого-то попросились домой. Матч был где-то через три или четыре дня, следующий. Нам говорят, не, на базу. Говорю, ну, мы себе не видели. Ну, вы обещаете, что следующие три матча выиграете. Ну, как? Это разве человеческие условия? Мы говорим, да. И выигрывали, действительно. Но у нас другого пути не было. Мы могли разорвать любую команду, чтобы нас отпустили домой. Стимул этот такой, ну, это жёстко. Понимаете? Я уже говорил, нас отпускают, как нас луч. Так они и жили в то время. Раз в неделю, в лучшем случае, встреча с семьёй. Как растут их дети, они не видели. А дети порой даже не понимали, что это за дядя пришёл. Просто не узнавали своих отцов. И это не преувеличение. Так было. Когда были маленькие, конечно, естественно. Когда приходил, Маша пряталась за спину. Было такое. Не узнавала. Ну, она ещё маленькая, естественно, конечно, как она видит. В основном по телевизору. А так были случаи, когда, да, приходил, напряталась за спину. Сразу не подходила. Представляете, как тяжело. Ему я имею в виду. Ну, и мне, естественно. Я маленькая была. Я не очень помню. Я как-то... Больше всего мне не хватает его сейчас. Сегодня Быкова и его семью снова отделяют большое расстояние. Это непросто. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Пожалуйста, река Белая. На берегу реки Белой Быков живёт с 2009 года. Город Уфа. Я давайте с этой стороны тогда. А-а-а. Потому что нельзя же между вами стоять. Вот такую плётку мне подарили, знаете где? В Астане. Я говорю, это что, для чего? Чтобы с вашими игроками управляться. Ха-ха-ха. Ну, я говорю, нет, у нас другие методы. Давайте голову сразу включаем. О том, о чём мы вчера разговаривали, ребят. Играем на интерес. Да! ГОМИЧНАЯ МУЗЫКА ГОМИЧНАЯ МУЗЫКА Да-да-да-да-да. Да-да-да-да-да-да-да-да-да-да. Работу в сборной России Вячеслав Быков совмещает с постом главного тренера в команде, которая сегодня показывает самую яркую, самую атакующую игру в континентальной хоккейной лиге. ГОМИЧНАЯ МУЗЫКА Салават Юлаев – один из самых амбициозных клубов российского хоккея. Поэтому в 2009 году, рассматривая предложение из Уфы, Быков понимал, что от него будут ждать победы в каждом матче. И он максималист. Этот вызов принял. Ребята, давайте-ка по агрессивнее начали играть. Агрессивный. В обороне тоже агрессивный локат. И отсюда, красные, от синили не побольше бросков. Туда идем, под ворота. С приходом Быкова игра Салавата стала по-настоящему зрелищной. На перерыв, связанный с Олимпиадой в Ванкувере, клуб ушел на первом месте в чемпионате. Аликолистик. Чудо! С мясом, с мясом! Он не любит проигрывать. Заводит сюда команду и настраивает команду. Играет до конца, до последней минуты. И самое главное – победить. Если не получается, сразу перестраиваемся. Вячеслав Аркадьевич очень хороший психолог. Знает, когда простимулировать команду как кнутом, так и пряником. Тара! Тара! Иди сюда! Нам нужен темп! Молодца! Молодца! Молодчики! Наша камера наблюдает за тем, как Быков ведет игру с тренерской скамейки. Моментами, чтобы тебя услышали и поняли подопечные, приходится перекрикивать переполненный дворец спорта. Гони, 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 Вова! Питак! 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 На поле слышишь. Я это говорю, потому что, ну, был такой опыт игрока. Не все, но слышно. Эй! Эй! Давай! Эй! Эй! Давай! Давай! Иногда мы сознательно идем на то, чтобы или повышать голос, или реплику какую-то в адрес игрока нашего. Вовка! Антип! Приготовься, возьмешь! Соперника или судьи. Эй! Зацепу судьи! Эй! Для того, чтобы среагировать на тех ребят, которые сидят здесь. То есть это своего рода, ну, не игра, это коучинг, который дает возможность держать руку на пульсе команды. Опасно! Эй! Бит! И туда! Сюда! Смотри, сюда! Особое тренерское искусство реагировать на ошибки игроков, которые по ходу любого матча неизбежны. И здесь очень важна психология. Опасно передавить. У человека могут просто опуститься руки. Но оставлять ошибки без внимания тоже нельзя. Ни в коем случае. До всех туда ходят по-разному. Для кого-то бесполезно кричать, он не услышит. А можно просто шепотом сказать или подойти, похлопать по плечу и так дать понять. И все ясно. Макс, Серега, смотрите, они двое закатываются в эту сторону. Один, один на перерез, пойдите. А кому-то нужно чуть пожестче. Две ошибки, б**! Это идея, б**! На грабли наступает, б**! В панических ситуациях решительность и правильное подведение в экстремальных ситуациях это, безусловно, сильная сторона славы. И что здесь очень важно, и это обязательно нужно подчеркнуть, что какой бы мы анализ ни делали, как бы мы не были готовы к изменению игровых ситуаций, здесь очень важно, с каким тоном, какими словами слава выходит на команду. На тренерском мостике Салавата рядом с Быковым его друг и помощник Игорь Захаркин. И в клубах, и в сборной они работают вместе с 2004 года и понимают друг друга с полуслова. Чтоб они так перегрузки были. Давай, Лёха, настраивайтесь, настраивайтесь. Лёха, ты не делай команды, повестим там в мира. Давай, давай, давай. В течение хоккейного сезона времени на передышку просто нет, игры через день. У всех есть четыре перерыва на этапы еврохоккей-тура, но для Быкова наоборот, это время самой активной работы – сборная. Поэтому встречаться с семьёй, которая живёт в четырёх тысячах километров от Уфы, удаётся нечасто. Это временно, ничего. Это временно, нормально. Любое окно в своём напряжённом графике он использует, чтобы оказаться рядом с семьёй. Андрей, много, мало, холодный, не очень. Всегда есть только спагетти, титовый, сос. Ближайший отсюда аэропорт – в Цурихе. Недалеко Лозана и Женева. Небольшой, неторопливый швейцарский городок Фрибург. Когда в конце 80-х перед советскими хоккеистами открылись двери в мир, они получали приглашение от западных команд. Быков и его партнёр по тройке нападения Андрей Хомутов, конечно, могли уехать в Америку, в НХЛ. Но? Уезжать туда на этих условиях, которые нам предлагали, мы не захотели. Играть 80-90 матчей, опять жить без семьи, без всего, уже просто надоело. Просто в этот момент уже просто наелись этой жизнью. И семейная вот эта тяга, и моё отношение к моей семье, оно полностью перевесили, ну полностью. Поэтому мечты об Америке у меня не было. Желание жить в семье, оно доминировало над всем. В Ледовом дворце Фрибурга Быкова знают все. И гордятся его успехами на посту тренера сборной России, как своими. С Новым Годом! С Новым Годом! Вон майки наши висят. 90-е. За Фрибург Быков отыграл почти 10 лет. Оказавшись в Швейцарии в 90-м году, Быков с Хомутовым не только сделали суперклуб из-за штатной команды, а ещё и ломали представления местных жителей о русских людях. Они были образцами профессионального отношения к делу и своим примером привели в хоккейные секции тысячи местных пацанов. А жёны хоккеистов покорили швейцарцев русским гостеприимством. Руководители хоккейного клуба до сих пор вспоминают настоящие уральские пельмени от Надежды Быковой. Пельмени для них это всё настряпать не настроить. По 300 штук каждый раз. По сколько? 300? Да, ну что, запросто. И, конечно же, мы поздравляем тренера Вячеслав Быков. Игорь Закаркин. Дважды подряд мы выиграем золото чемпионата мира. Аух Быков из Айншвайцер. То есть Быков ещё и швейцарец. Так главного тренера сборной России приветствовал швейцарский город Берн, в котором проходил финал чемпионата мира 2009. Местные жители, представители самой буржуазной европейской страны, вопреки многолетним традициям, неистово поддерживали русских. Команду обожаемого ими Славы Быкова. Я надеюсь, что мы не будем ждать. Семья Вячеслава Быкова, жена, дочь и сын, живёт рядом с Фрибургом. Здесь же, неподалёку, актёр Олен Делон, а ещё знаменитый автогонщик, чемпион Формулы-1 Михаэль Шумахер, с которым Быков бывал, а даже играл в футбол. Дом Вячеслав с надеждой построили такой, о каком мечтали много лет. Не слишком большой, но очень светлый и уютный. В голове всё время есть идеи, каким ты хочешь видеть его. А потом уже вместе с архитекторами делали рисунок и проектировали. Эти кадры мы снимали 1 января 2010 года. Быков вырвался домой на два дня встретить с семьёй Новый год. В эти редкие минуты все вместе, вчетвером, они по-настоящему счастливы. Я очень сильно люблю своих детей. Мы их обожаем. Это наши чижики, как мы их иногда говорим. Ну, всякие ласкательные слова. Мой папа, он как Будда. Он такой... Ой, по-русски это трудно. Такой очень кул. Армани пришёл. Масик пришёл, Масичка. Приезду Быкова рады не только члены семьи, но и коты. Их в доме аж трое. Ники, Армани и Алиса. У неё колокольчик. Она когда бежит, её слышно. Но она не перестаёт таскать птичек. Вот как так? У шеи полевых тоже. Это какая у неё реакция должна быть? Какая маленькая девочка. Ты моя красавица. Это уже наши такие члены семьи, без которых уже невозможно. Были такие серьёзные операции у меня на плечи. Коты не уходили из плеч. Лечили. Да, это издержки профессии. До поры до времени Быков не обращал внимания на перелом и, помните, даже женился в гипсе. Но с годами преодолевать сумасшедшие нагрузки профессионального хоккея любому организму становится всё труднее. Первый серьёзный звонок прозвенел, когда Вячеславу было 36. Андрюшке склонился, башмачки завязали. С трудом уж и выпрямился, заблокировал. В клинику всё и сделал снимки, посмотрели. А там 4-5 позвонок, они чёрные, они безводные. Профессор, который не знал, что пришедший к нему пациент профессиональный хоккеист, порекомендовал на ближайшие годы полный покой и оздоровительную ходьбу. Быкову такой вариант не подходил. Он рвался обратно на площадку и, как только боль чуть утихла, снова вышел играть. Он снова не жалел себя, и соперники тоже его не жалели. Толчок в спину, в борт. Плечо полетело, прооперировали. Второе, связки порвались. Оперировался один раз во Фрибурге, второй раз в Тюрихе. Были два плеча у него, такие швы красивые. Я был очень молодой, я, конечно, не мог сообразить, что произошло. Я поняла, что мама плакала намного больше, чем всегда плакала. В этот момент был. Семья переехала в Швейцарию, когда Марии было 6 лет, а Андрею всего 2. Поэтому сегодня их основной язык французский. Но дома Быковы общаются на русском языке, и дети его не забывают, хотя и говорят с небольшим акцентом. Мария работает в шоу-бизнесе, она продюсер. А сын пошел по стопам отца. Когда Маша и Андрей были маленькие, они точно знали, что в доме нельзя шуметь, потому что папа спит перед игрой. Спустя десятилетия в доме почти ничего не изменилось. Только на шепот теперь переходят родители. Перед важной игрой спит сын. Сын, как и отец, играет за Фрибург. Быков старший играл под номером 90, у младшего 89-й. Он мне, конечно, много-много помогал. Он мне очень много рассказывал, как играть, вот это все. Но дошел я сам. Так что, не, не думаю, что это тяжело. И там другие игроки, они вообще, им пофигу, кто я. Я просто игрок на льду, как и другие. Быков старший на этот лед последний раз выходил в 2000 году. На специально организованный прощальный матч прилетели знаменитые друзья из России, и пришел весь город. Вот такая атмосфера для одного мужика, это было что-то обалденно вообще. Даже мой отец до слез нашел на жри. Это надо было видеть. Такое, в общем-то, когда собрался весь Фрибург, понимаете, как дать стадион, вот этот сам матч, и вот как славу, значит, вот принимали, получить такую оценку на Западе, это, знаете, как нужно, чтобы ты себя проявил, понимаете, это, я считаю, что он высоко знес знамя русского, российского игрока. Жители Фрибурга по сей день говорят, у нас две достопримечательности, кафедральный собор и слава быков. Вот, пожалуйста, обе городские достопримечательности в одном кадре. Ну, а если серьезно, став в один момент пенсионером, Быков даже не представлял, что ему делать дальше, чем заниматься, куда ему идти работать. Он сказал, если судьба так сложится, я буду вынужден, если нужно будет, я пойду в Макдональд работать. Ну, это уж так, конечно. Ну, в принципе, я этот человек готов был на все, поэтому мне боится никакой работы. Я счастлив от того, что я опознал эту жизнь. Я жил в бараках в детстве. Я знаю, что такое барак. Я знаю, что такое туалет на улице. Я знаю, что такое это минус 35, минус 40. Я знаю, что такое мыть полы, помогая матери, маме после работы, чтобы добиться еще каких-то финансовых дополнений. К счастью, ему не пришлось идти в официанты. Быкова пригласили на тренерскую работу в команду Фрибурга. И он с радостью согласился, потому что очень не хотел терять связь с хоккеем. А в 2004 году ему поступило неожиданное предложение вернуться в Россию, в родной клуб, стать главным тренером легендарного ЦСКА. Для Быкова это был очередной вызов судьбы. Россия страна специфическая. Здесь же много говорят, играл, не играл, кто он такой в грубой форме. И я думаю, что в данном смысле наверняка он встретил массу бюрократических препятствий. Но он выстоял. Жестче, жестче на пятаке, ребятки! Он принял этот вызов и ушел в работу с головой, как когда-то в юности Быков пропадал в армейском ледовом дворце днем и ночью. Во сколько бы ты ни приехал, он сидит на стадионе, обложившись схемами, просмотрами. То есть он неформально выполняет, то есть он профессионально выполняет свою работу. Южный Урал, город Челябинск, малая родина. Обшитый на швейцарский манер дом, в котором вырос главный тренер сборной России по хоккею. Дом, в котором его очень любят, в котором его всегда ждут. Конечно, я своих детей приучила, вот, стряпанному. Они очень любят у меня беляшики. И поэтому, когда Слава приезжает, мы всегда стараемся ему стряпать. В честь приезда сына мама взяла выходной. Галине Александровне 71, но несмотря на бурные протесты родственников, она продолжает работать и в своей позиции непреклонна. Это общение с людьми, это большое дело. И уважение. Когда уважают тебя, мне очень приятно это. Я с удовольствием работаю. А кем вы работаете? Уборщицей работаю. Офис убираю. Я маме предложил, зачем тебе работать, ты можешь сидеть дома. Но ты поступай как хочешь, так же она поступала со мной. Поэтому я... Трудолюбие, уважение к любому труду. Это семейная черта Быковых. И сын Слава, который полностью обеспечивает маму, с пониманием и, главное, с уважением относится к тому, что она каждое утро встает в пять часов и идет на работу. Едут, едут, едут. Ой, ты мой золотой! Ты мой сладкий, дорогой. Ты как Леонид Ильич. Здорово. Да, дружба, лопатная, природная. Ой. Так, ведь острый, как всегда. Да, спасибо, конечно. Ты всегда же маму не забывал. Он дам, лопатная, золотая. Сыночка. Идем. Идем. Ты что, спал что ли? А? Спал что ли? Отдыхал. Отдыхал. Это не ночью прилеги. Ночью? Ну, конечно. Здравствуйте. Ой. Ну, что, как, сыночка, дела твои? Ты как? Хорошо. Слава Богу. Слава Богу. Слава Богу. На улице пошла, форточки открыты. Слышу. Эх вы, куда вы шайбу даете? Вот сюда, встань ты сюда. Ты как Балдерис, Балдерис. Около ворот. Посмотри, как он забивал. Балдерис сама сидит, кричит на весь... Все родственники главного тренера разбираются в хоккее. Но особенно, конечно, мама. Сынок, а ты знаешь, я Балдериса до сих пор помню? Ну, так правильно. Он потому что стоял всегда у нужного места. Вот так. Вот. Ну, вот ты вообще всех забил. Вот именно. Справка. Хельмут Балдерис, звезда советского хоккея, трехкратный чемпион мира. На чемпионате мира 83 в одной команде с Балдерисом играл Быков. Поэтому я и запомнила его хорошо. Часто были зимы такие, что по радио передавали отмену уроков. Да, для нас это был праздник. Бежали все сюда, на стадион. Вот он поздно-поздно возвращался. Где-то в 12-м часу, то в первом-другой раз рюкзак везет. Уставший. Он уже наработался вдоволь. Замертво засыпает. Уставший. Это ведь не так просто. Ой! Вот момент был, да! Ой! В Челябинском дворце спорта местный трактор принимает команду Салават Юлаев. Понятно, что зал болеет за своих. И только одна женщина за команду гостей. И на нее никто не обижается. Все ее знают и понимают. Мама. Ура! 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 Победа! У нас победа! Его мама работала в детском саду. Отец был портным, шил на дому. Денег не хватало, еле-еле сводили концы с концами. Родители не возражали, что сын серьезно занимается хоккеем. И очень гордились, когда после школы Быков вместе с другом детства поступил в институт. И не в какой-нибудь там, а в сельскохозяйственный. В перспективах мы были бы инженеры-электрики. Сельскохозяйственного производства причем. Будущие инженеры-электрики сельскохозяйственного производства Они совмещали учебу с выступлением за команду сельхозвузовец. И однажды их обоих пригласили в сборную города Ехать на финал чемпионата СССР. Вячеслав и Александр были в восторге. Мечта сбывается, большой хоккей. Но их пыл мгновенно осадил декан вуза. На носу сессия. Какой чемпионат? Если поедете, выгоню обоих. Без разговоров. Он очень был расстроенный, что его не отпускали. А он рвался, прямо вот рвался. Я говорю, ну что делать? Ладно, я пойду к декану тогда поговорю. Вот я пришла, разыскала декана, все. И вот сели мы с ним вдвоем. Я как отца вас прошу, пожалуйста, отпустите его. Он говорит, ну ладно, что сами делай, что сами делай. Быков поехал на финал чемпионата страны. Именно с того момента его хоккейная карьера стремительно пошла вверх. Через год он уже играл во взрослом чемпионате страны. Через два уехал в ЦСКА, а через три попал в сборную и стал чемпионом мира. Здравствуйте, извините, пожалуйста, можно с вами сфотографироваться? Пожалуйста. Ванечка, Ванечка, сфоткай нас, пожалуйста. Так что мама имеет полное право на автографы. И не только потому, что она воспитала хорошего, порядочного сына, а еще и потому, что в очень важный момент помогла ему принять, как оказалось, судьбоносное для его жизни решение. Спасибо. Ладно, сынок, спасибо. Саньки роду, потом. Ладно, удачи. Сынок, кто-то так не верит. Сын, значит, всем удачи, ребята. Держись, товарищи. Стас, держись. Победа, еще раз, побежать. Все с победой. Это ваш сын. Да. Спасибо. Хороший. Спасибо. Побольше таких сыновей. Да, спасибо. 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 Сын уезжает. Мама знает, что в следующий раз она увидит его примерно через год. Чаще не получается. Так что в основном общаются по телефону. Быков вспоминает, что в 2006 году, когда он принял приглашение возглавить сборную России, для него было очень важно получить благословение отца. Папа ему сказал, что мы верим в тебя. Ты сможешь, ты справишься. Но дело за тобой стоит. Как ты решишь? Ну, мы верим, что ты справишься. Мы тебя везде всегда поддерживали, поддерживали. Ну, и скоро отец умер. Такой тяжелый момент. Вы успели попрощаться? Да. Я с ним поговорил. Это было важно. Мы, когда приезжаем на кладбище, мы всегда о Славе говорим. Всегда передаем им привет и говорим. Ты не волнуйся. У Славы все в порядке. И снова начали, начали. Близко, близко. Врезаемся, ребят. Врезаемся. АПЛОДИСМЕНТЫ Сборная России по хоккею осталась без главного тренера после провала на Олимпиаде в Турине. Руководителям российского хоккея нужно было либо идти по второму кругу с приглашением опытного специалиста, либо рисковать и ставить кого-то из молодых. Так и возникла кандидатура Вячеслава Быкова. Я его знаю как бойца, тем более я его знаю как прекрасного человека. Вот я сделал ставку на него. С приходом Быкова сборная стала совсем другой. Человек с русской душой и европейским менталитетом, он вынужден был ломать складывавшиеся десятилетиями стереотипы работы с главной командой страны. Сегодня в сборной дисциплина какой не было никогда, но построена она не на диктатуре, а на принципах взаимного уважения тренера и игроков. Быков говорит, что в любом хоккеисте в первую очередь он видит человека, личность. Он всегда имел свою точку зрения и став тренером, то есть пошел своим путем. У нас было все через диктат. И когда ребята уехали в НХЛ, наши тренера не могли найти с ними общий язык. Наши тренеры подходили к ним, как они привыкли к советским хоккеистам. Они были уже другие, поэтому они не находили общий язык. А у Аркадьевича это получилось. Сашку не бейте! Полностью все поменялось, потому что люди работали в Европе, люди с другим менталитетом, к игрокам относятся совсем по-другому, поэтому, конечно, огромный плюс. Те отношения между тренерами и игроками, которые сейчас, я думаю, таких не было никогда. Поэтому нет и не отказников. Я думаю, что любой русский игрок Минхайл почти ехает в сборную. За него-то они и играют, поэтому. Потому что бывает так, что звезды и тренеры не находят общего языка. Со славой, мне кажется, этого вопроса просто не может быть. На десерт играем! Кто начинает? Белые! Чёрные! Давай, чёрные! Я не буду говорить про своих старых тренеров, которые дали мне очень много. Но я хочу сказать, что Вячеслав Аркадьевич – это один из лучших тренеров, которые у меня были. Давай, в девятку! Какую? Выбирай! Под ловушку! Он знал! И так я ему сказал! Он был великолепным игроком. И, если честно, то очень редко бывает, когда хороший игрок превращается в отличного тренера, которым он является. Поэтому это очень приятно. И, конечно, он удивительный человек, который может найти контакт с любым. Не только на льду, но и вне льда. На что играем? Ну, да, вы выбирайте. У нас есть гранаты, песни, паровозы. Или, ну, или что-нибудь другое. Первые две разминочные для чёрных. На шоколадки, например. Быков говорит, что у него нет каких-то особенных секретов. Просто в любой ситуации нужно оставаться с собой. И ни в коем случае не делить команду на плохих и хороших, на звёздных и на тех, кто попроще. Для нас они все равны. Для нас они все едины. Это наши едины. Они как наши дети. Я говорю всегда, я любого загрузу за этого. За наших ребят. Ковальчук, Овечкин, Фёдоров. Когда их начинают хвалить, они говорят, что у нас команда. У нас команда, вот мы команда, мы команда. Это очень приятно. Не я, 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 как правило, знаете, бывает такое. А здесь вот то, что есть команда, что мы с командой, и мы команда. Вот это самое главное. То, что вот прививает вот именно в сборной наш тренер. С тем, что у России сегодня есть классная хоккейная команда, сегодня не спорит никто. И лучшее тому доказательство – два финала чемпионатов мира. Два тяжелейших матча против канадцев, в которых наша команда – команда с большой буквы. Одержала две очень важные, вернувшие нам веру в русский хоккей – победы. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Всё застрах. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Дислав Аркадьевич не любит ощущать, что я одна, когда ему нет. Поэтому мы всегда вместе. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Каждый месяц в дверь звонят, и там почтальон, который приносит огромный букет роз и тюльпанов, огромный роскошный букет, и всегда есть карточка с какими-то словами. И подпись «Я тебя люблю», «Слава». Каждый раз звонок в дверь, я открываю, и это всегда не мне. Это всегда для мамы. Всегда для мамы. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Всем, кому я рассказываю эту историю, они такие, шары такие. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Свет посмотрю вот этот, тот, который с фигами. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА я просто счастливая женщина себе представить мне поэтому это безумно больно вот это вот 3 января 2010 года после нескольких дней проведенных дома он снова уезжает и они оба знают что в следующий раз увидятся только через полтора месяца и уже ванкувере олимпиада в ванкувере третья в карьере вячеслава быкова и трепещите соперники с двух предыдущих он привез две золотые медали в 88-м играл во втором звене в 92-м был капитаном а сейчас в 2010-м привез команду как главный тренер многие сегодня называют его заложником заложником тех самых побед которые за два последних сезона сборная россии одержала под его руководством но быков готов к олимпийской мясорубке он отдает себе отчет в том что лед скользкий что невозможно гарантировать результат но вячеслав аркадьевич убежден что сборная россии эта команда и ему не придется краснеть за своих парней меня даже спросили буквально недавно ну вот ты готов я говорю к чему ну вот выиграешь мы героем тебя сделаем а проиграешь на лобном месте я говорю я готов я знаю потому что мои ребята нельзя говорить мои наши ребята потому что мы команда они сделают все возможное они будут биться за за свою родину это самое верное самое правильное они будут биться за команду за свою родину вячеслав аркадьевич быков главный тренер сборной россии по хоккею первый матч нашей команды на олимпиаде в ванкувере 16 февраля в 9 вечера по местному времени а